Здравствуйте! Как в библиотеках города отмечается 75-летие победы в Великой Отечественной войне? Кто может стать участником поэтического микрофона «Голоса фронта»? Об этом говорим. Мы в нашей студии руководитель Центра поддержки и развития чтения Самарской областной универсальной научной библиотеки Софья Сыромятникова и председатель Самарской областной организации молодых литераторов Денис Домарев. Здравствуйте! Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, это первый раз такой поэтический микрофон, такая акция проводится в Самаре? На самом деле нет. И для нас не существует каких-то режимов, каких-то определенных поводов. Хотя в этом году, конечно, 75 лет победы для нас очень важная дата, как и для всей страны, как и для всего мира, естественно. Мы проводим подобные акции ежегодно и даже несколько раз в год. Ну, все на самом деле меняется только в зависимости от названия. Мы читаем стихотворения не только поэтов-фронтовиков, но и блокадников, и поэтов, которые не участвовали в бояных действиях. Ну, все для того, чтобы вспомнить о тех событиях, которые коснулись нас и нашей страны. Кто, чья это идея была и кто является организатором? Организатором является Самарская областная универсально-научная библиотека, но без наших партнеров, с которыми мы дружим уже много-много лет, без Самарской областной организации молодых литераторов, без Самарской областной писательской организации у нас бы ничего масштабного не получалось. Конечно, это все благодаря им. Кого вы приглашаете к участию в поэтическом микрофоне и как выразить свое участие, какие есть способы? Ну, мы не ограничиваемся какими-то возрастными рамками, половыми рамками и так далее. Участвовать может любой житель Самары, и не только Самары, и Приворского федерального округа, от мала до велика. В общем-то, для участия ничего такого особенного не нужно. Нужно просто подать заявку, но и подготовить стихотворение любого на выбор поэта-фронтовика. Одно стихотворение наизусть, которое человек должен, готов, будет прочитать с открытой сцены 6 мая на улице Койбышева. Если человек не может физически быть на площадке, если он живет далеко, в Приворского федерального округа, он может записать видео, как он читает свое стихотворение, прислать его нам. Мы также наравне с очными участниками будем и заочных участников также оценивать. И когда будут итоги подводиться? 6 мая. 6 также. С 1 по 20 апреля идет прием заявок. Достаточно много времени, чтобы успеть податься. 6 мая все участники, очные участники приходят на улицу Койбышева. И с 10 часов там будет работать открытая площадка, где все эти стихи мы, и не только мы, конечно, жители города послушают. А на данный момент уже прошли какие-то мероприятия, связанные с поэтическим микрофоном? Что еще входит в этот, хочется назвать, марафон даже, не микрофон? Да, сейчас мы введем официальный ресурс данной акции и публикуем интересные факты и, разумеется, стихи. И даем ссылки на ресурсы и на библиотеки, где можно стихи поэтов-фронтовиков прочитать. На самом деле, очень интересная тема в том плане, что не все поэты-фронтовики широко известны для рядового читателя. И нам необходимо, конечно, больше информировать наше население о том, где можно почитать как, с какого источника, с какого ресурса. Потому что не все библиотеки обладают хорошими, к сожалению, сборниками. Мы даем ссылки на электронные ресурсы, в том числе на ресурсы Самарской областной универсальной научной библиотеки. И, разумеется, публикуем еще части из биографии. Вот мне бы хотелось... Пожалуйста. Да, зачитать стихотворение и кусок из биографии одного из моих любимых поэтов-фронтовиков. Это сын Эдуарда Багрицкого, Всеволод Багрицкий. Он родился в 1922 году и, к сожалению, погиб на фронте в 1942 году. Написал он не так много стихотворений, успел, к сожалению, написать. При жизни он практически не публиковался. Но я считаю, что его стихотворения заслуживают внимания. И мне бы хотелось объяснить вам, почему. Например, за несколько дней до смерти он написал такие пророческие строки. Мне противно жить, не раздеваясь, на гнилой соломе спать. И замерзшим нищим подавая, надоевший голод забывать. Коченея прятаться от ветра, вспоминать погибших имена. Из дома не получать ответа, барахло на черный хлеб менять. Дважды в день считать себя умершим, путать планы, числа и пути. Ликовать, что жил на свете меньше двадцати. На самом деле он погиб, когда ему исполнилось, только-только исполнилось 20 лет. И у меня есть некоторая вырезка из его дневника, это последние его строки. Он писал о своей жизни так. Сегодня 8 лет со дня смерти моего отца. 4 года, 7 месяцев, как арестована моя мать. Сегодня 4 года и 6 месяцев вечной разлуки с братом. Вот моя краткая биография. Теперь я брожу по холодным землянкам. Мерзну в грузовиках, молчу, когда мне трудно. Чужие люди окружают меня. Мечтаю найти себе друга и не могу. Не вижу ни одного человека, близкого мне, по моим ощущениям. Я не говорю взглядом. Я жду пули, которая сразит меня. Вчера я не спал. Сегодня, наверное, тоже буду лишен сна. Ну и все равно. То есть это такие строки отчаяния, которые мы хотим показать, что не все герои, не все способны на подвиг. Кому-то, разумеется, очень страшно. И он выражает это и в дневниковых записях, и в стихотворениях, которые мы хотим, чтобы прочитали все, кто захочет, все, кто сможет принять участие в нашей акции. На самом деле, очень правдивое произведение такое, уже предчувствие трагическое такое. Ну, часто у нас поэты вообще бывают такими пророками. И хотелось бы узнать в целом, военная и поэзия, может быть, даже проза, она как характеризуется? Можно какие-то общие черты отметить? Или все-таки каждый индивидуален в своем творчестве? Каждый индивидуален. Если вы почитаете биографию поэтов, писавших о войне, и поэтов-фронтовиков, вы увидите, что они такие разные. Были поэтессы, например, которые работали до этого не только в редакциях, но и в цирке. Были актрисами, у них совершенно были разные профессии. Это очень четко отражается и в литературе. Например, есть поэт Борис Смоленский, поэт-фронтовик, который увлекался испаноязычными авторами и переводил лорку. И в его произведениях такие мотивы Латинской Америки, они присутствуют. Хотя, несмотря на это, это все равно военная лирика. То есть это очень интересно наблюдать. И поверьте, хорошие стихи о войне и хорошие стихи о жизни – это не только Давид Самойлов, не только Павел Коган, не только Мусаджа Лиль. Это тысячи прекрасных авторов. Я видела ваш призыв использовать не только стихи известных поэтов, фронтовиков так называемых, но и действительно поднимать такие страницы, которые совсем молодые люди, даже кто погиб. Это тоже особо ценно даже, чтобы они зазвучали сегодня, спустя 75 лет уже даже. Денис, что касается самой декламации стихов, будут какие-то требования предъявляться или это можно просто прочесть от души? И сразу спрошу, можно ли какой-то мастер-класс по подготовке к прочтению уже, к хорошему, к такому, где-то пройти, научиться этому? Ну вот в вашем вопросе, в принципе, есть отчасти ответ, что прочесть от души, наверное, это главное. Прочувствовать то, что ты хочешь прочитать со сцены и после этого вложить в это свою душу. Ну, конечно, нужно помнить о том, что все-таки чтение должно быть четким, чтение должно быть осмысленным, чтение должно быть таким, чтобы слушатель, а их будет много, все-таки я думаю, что на улице Койбышева, тем более 6 мая, в преддверии такого большого праздника будет много людей, чтобы слушатель понял, о чем же хотел сказать этот поэт и как ты хочешь этого поэта донести. И нужно сказать, что, конечно же, ну, вот в таких конкурсах конкурс на основу не определяющий все-таки является. Но, тем не менее, у нас в жюри будут люди профессиональные, это представители и областной библиотеки, и союза писателей, и театра города. И хотелось бы отметить, что у нас будут и представители организации, Всероссийская организация ветеранов боевого образца, Самарского регионального отделения, это те люди, которые продолжают, вот связь поколений, связь времен, что говорится, люди, которые продолжают эти традиции. И которые сами прошли, были участниками боевых действий, и, в общем-то, не понаслышке знают, что такое война, и что такое боль утрат. И вот, наверное, такие люди по-особому будут относиться к чтению таких стихотворений. Ну, по поводу того, что вы говорите о том, можно ли получить какие-то мастер-классы, советы мы всегда можем дать Самарской областной основной библиотеке. Пожалуйста, можно прийти, позвонить, можно даже сделать так, подготовить какое-то стихотворение, приехать и сказать в центре чтения, а вот я хочу прочитать вот так вот. И мы с удовольствием послушаем и подскажем, как это лучше сделать. Тем более, у нас же есть еще и Самарский театр-город, где профессиональные актеры, вот они точно знают, как это читать. И я даже слышала, что спектакли будут показываться, да, вот именно в течение вот этой... В течение апреля и мая, разумеется, нас ждут спектакли «Это и последняя остановка» по единственной пьесе «Ремарка», также «Марина Поля», это драматург Олег Багаев по его пьесе, и, конечно, у «Войны не женское лицо» Алексеевич, который пользуется успехом не только у подрастающего поколения, но и у старшего. Хочу уточнить, это бесплатно или все-таки на платной основе? И платного, и бесплатного, конечно. И, конечно, 6 мая в 11 часов состоится акция, международная акция «Читаем детям о войне». Инициаторы акции – наши коллеги из Самарской областной детской библиотеки. В прошлом году в акции, кстати, приняло участие почти 2000 человек из не только Российской Федерации, но и других стран, в основном СНГ. Что, в общем-то, показывает масштаб, насколько важно и нужно читать детям военные произведения. И не только всем известные, но и современные авторы пишут сейчас достаточно хорошо. На эту же тему, да. Сегодня такой градус есть, внимание именно к этой теме, и это обосновано, чем-то обусловлено и так далее. Я хотела еще уточнить, нужно ли представлять поэта, автора которого представляет любитель, или нет? Не нужно такой информации, просто чтение стиха. Или несколько слов можно сказать? Да, разумеется. Если, вот как о Всеволоде Багрицком интересно говорить о его, пускай и короткой, но очень яркой, трагичной жизни, мы всегда приветствуем, если есть что сказать о том или ином авторе. И мне хочется добавить по поводу самого чтения стихотворения. Я в качестве члены жюри сижу во многих конкурсах чтецов, у меня просьба к участникам нашего поэтического свободного микрофона. Пожалуйста, не думайте, если вы читаете громко и даже кричите, не думайте, что это всегда хорошо. То есть некоторые произведения не обязательно нужно читать с надрывом. Иногда тихое и искреннее чтение гораздо более сильно действует на слушателя. Поэтому обратите внимание. А мы обратили внимание на ваше чтение, и я хочу предложить вам еще какое-то произведение прочитать, чтобы как раз акцентировать на этом внимание, как нужно читать военный стих. Ну, хотелось бы прочитать, пожалуй, еще два стихотворения, двух авторов. Это тот самый Борис Смоленский, о котором я говорила, переводчик Лорки. Коротенькое стихотворение называется «Найди на рукописи смятой». «Найди на рукописи смятой клочки слепых, бессвязных стров, так пахнут тишиной и мятой полотна старых мастеров, так слово душно в тесной раме, так память зарева костра, так пахнет море вечерами, так морем пахнут вечера». Да, такой ассоциативный очень ряд, наглядный. Ну, и мы не забываем о классиках этого жанра, мы не забываем ни о Булате Акуджаве, ни о Павле Когане, и, конечно же, о Давиде Самойлове тоже не забываем. И вот не самое распространенное стихотворение, но оно мне показалось очень интересным. Мне снился сон, и в этом трудном сне отец босой стоял передо мной, и плакал он, и говорил ко мне, «Мой милый сын, что сделалось с тобою? Он проклинал наш век, войну, судьбу, и за меня он требовал расплаты, а я смиренно говорил ему, «Отец, они ни в чем не виноваты». «И видел я, и понимал вдвойне, как буду я стоять перед тобою, с таким же гневом и с такой же болью, мой милый сын, увидь меня во сне». Тема поколений тоже очень актуальна и сегодня, все это всплывает. Денис, я попрошу вас еще раз сказать информацию для участников, как можно поучаствовать, куда отправлять, если это видеозапись, в каком даже формате, на какие-то такие детали обратить внимание. Ну вот как раз для всех этих вопросов есть положение, которое можно найти и в группе Центра чтения, и на сайте областной универсальной научной библиотеки. Вот в титрах мы можем увидеть электронный адрес, на который нужно присылать и заявку, и, собственно, если это запись, видеозапись и видеозапись туда. Прием заявок идет с 1 по 20 апреля. 6 мая нужно быть готовым приехать в Самару на улицу Куйбышева и перед половиной Самары, перед половиной города прочитать стихотворение любимого поэта-фронтовика. А у вас есть любимый поэт-фронтовик? Или даже вот не фронтовик, да? Вот сколько случаев, когда писали до войны, в начале войны, а потом просто погибали? Знаете, вот мне всегда очень тяжелый этот вопрос, потому что обычно как люди, которые, ну, закончили школу, не читают. Какой у тебя любимый поэт? Ну, Есенин, Пушкин, там, Лермонт. А я все-таки человек, который стараюсь читать довольно много, и разных поэтов... Выделить сложно, да? Возьмешь книгу какого-то автора, и вот понимаешь, читая его, что это твой сейчас любимый поэт. Потом закроешь, отложишь, начнешь другую книгу читать, понимаешь, да, вот это теперь любимый поэт. Поэтому, говоря о любимых поэтах, наверное, он не должен быть один. Любимый поэт, он не женщин, да? Это женщина должна быть любимая одна, а поэтов, писателей, художников, фильмов, чего угодно, спектаклей, актеров, должно быть человек много. Это как раз определяет его внутренний мир, богатство его внутреннего духовного мира. Поэтому я всегда всех призываю читать не только на... специально готовясь к конкурсу, а в принципе читать и обогащаться. Да, прекрасное заключение для нашей части беседы в этой студии. И спасибо вам за эту важную, полезную информацию, за то, что вы делаете, привлекаете таким образом живым, да, душевным, к тому, к прошлом, которым, в общем-то, которое нужно прежде всего знать и теперь уже популяризировать. Спасибо, а мы увидимся с вами во второй части программы «Не переключайтесь». Продолжаем программу. И в нашей студии председатель Самарского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Андрей Мастерков. Андрей Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, как ваша организация, которую вы возглавляете, участвует в таких патриотических направлениях, но в то же время связанных с литературой, с творчеством, поэтической направляющей, такой составляющей? Ну, знаете, для вашей организации это является приоритетными такими задачами сохранения исторической памяти, патриотического воспитания. И мы на протяжении уже вот многих лет проводим различные конкурсы, творческие конкурсы. Это и «Щит России», песенный конкурс, это и конкурсы рисунка, сочинений. И вот в этом году мы участвуем впервые вот в этом конкурсе, поэтическом конкурсе. Поэтому, ну, основная задача, на мой взгляд, это сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне. И, наверное, здесь надо сказать, что вот наше поколение все-таки было больше информировано о той войне, да? Это и через фильмы, и через поэзию, через прозу, через книги. Сейчас молодежь, она, ну, немножко удалена от этих событий. Все те же 75 лет прошло, и надо сказать, что наша страна прошла за это время такой, ну, непростой путь. Да, и у нас смена формаций, и от каких-то ценностей мы отказывались в угоду там политических каких-то моментов. Сейчас, в общем-то, приходит осознание, и, в общем-то, молодежь, она, у нас хорошая молодежь, но с ней нужно заниматься, нужно передавать из поколения в поколение вот те исторические события. И вот этот конкурс поэтический, он и признан для популяризации поэтов-фронтовиков. Там будут только поэты-фронтовики, а составляющей афганской такой не будет, не будут читать стихи авторов? Ну, мы являемся соорганизаторами этого конкурса, и поэтому участие, конечно, в общем-то, оно будет в полном объеме, но по тем номинациям... Основная тематика все-таки 75 лет победы. Тем более, в общем-то, этот год у нас юбилейный. Но я хочу сказать о том, что любая война, она помимо вот горя, страданий, да, в основном, она и... Такой источник творчества. Да, и такой мощнейший источник творчества, потому что, в общем-то, ну, человеку нужно раскрыться, нужно духовное такое вот становление. И мы видим, как очень много у нас рождается различных произведений, стихов, песен, связанные с различными войнами. Да, особенно после Афганистана. Конечно. Это был такой всплеск, столько появились групп. Да, были и фестивали различные. И сейчас они организовываются, и пишутся стихи, и исполняются именно те песни. А вот ваша организация как-то поддерживает вот эту творческую составляющую? Конечно. Вы сотрудничаете? Да, мы проводим каждый год, уже традиционно, на протяжении 16-17 лет, фестиваль «Щит России», патриотической песни. И вот были предложения у нас и в рамках этого фестиваля, и сделать такие вот чтения стихов. Ну, в основном, это песня. Ну, и сейчас вот данный конкурс, я думаю, что в рамках 75-летия, может быть, мы с организаторами в будущем и продолжим это, и сделаем его традиционным. И чтобы стихи звучали, ну, различных авторов, различных исторических событий. А вы не писали стихи? Случайно не было у вас такого вот порыва? Ну, были такие порывы, они, в общем-то, ну, не воплотились в что-то какое-то вот серьезное такое творчество. Конечно, в общем-то, вот то состояние человека, оно требует вот такой отдушины. И я думаю, что для, не только для молодежи, но и для взрослых это хорошее такое вот напоминание, что ли, который человек через себя проносит, через соучастие, через вот, ну, такое глубокое, в общем-то, душевное такое участие, да? Потому что, ну, как вот, нельзя же рассказать вот о войне только. А вот стихи, вот эти вот, песни. Да, там немножко другая высота, да, чувствование. И вы будете в жюри, кем вы себя видите, вот в поэтическом микрофоне? Или если пригласят, участвуете? Ну, я думаю, что, конечно, да. И кто-то вот из Боевого братства тоже может стать участником, потому что вы как... У нас, понимаете как, у нас есть профессиональные писатели, которые пишут рассказы, стихи. И я думаю, что мы найдем достойного члена жюри, который может действительно профессионально оценить то или иное исполнение. Тоже хочу спросить у вас, из поэтов-фронтовиков, то еще войны Великой Отечественной у вас есть, такие, кого вы перечитываете или помните, вот, которые запали вам в душу? Кого порекомендуете вот перед 9 мая даже прочитать, чтобы быть вот в этой атмосфере? Ну, может быть, я здесь буду не такой оригинален. Ну, те поэты, которые все мы с вами читали из школьной программы. Да, вот мне сразу Василий Теркин почему-то. Твардовский, да. Твардовский, да. Твардовский, Василий Теркин, Симонов, «Жди меня, я вернусь». И многие произведения. Да, это очень интересно. И мы не коснулись в первой части программы женской лирики, она тоже была представлена и в таком объеме. А что касается Афганистана, были стихи, которые писали поэты-женщины, девушки? Вот на это не обращали внимания? Такое вот. И вообще вот даже вот в группах есть участницы, девушки, которые поют? Или в основном это такая мужская подача? Нет, участницы, конечно, есть. И сейчас группы же, они меняются. Есть, конечно, те группы, которые были рождены еще тогда, когда шла Афганская война. Но это сейчас их можно по пальцам пересчитать. Это такие группы, как «Контингент», «Голубые береты», «Каскад». Это уже вот такая вот историческая группа. Создаются новые группы, исполняются песни вот тех лет, тех авторов и исполнителей, и девушки появляются. Поэтому я думаю, что это нормально. Да, потому что хоть и говорят, что у войны не женское лицо все-таки, и женщины тоже огромную вынесли такую... И некоторые, понимаете, некоторые песни, их просто в мужском исполнении невозможно исполнить. Вот именно нужно женское исполнение. Такие вот, как «Афганский вальс», вы, наверное, знаете, в общем-то. Да, да, да. И некоторые другие песни. Ну, если вернуться все-таки к Великой Отечественной войне, хочу тоже рассказать о поэте. Это молодая поэтесса, хоть и не принято так говорить, Елена Шерман, которая погибла в июле 1942 года. В 1941 году она написала такое стихотворение, эпиграфом к нему стали строки Константина Симонова «Жди меня, и я вернусь, только очень и жди». Я сейчас его зачитаю. Это будет, я знаю, не скоро быть может. Ты войдешь, бородатый, сутулый, иной. Твои добрые губы станут суше и строже, Опаленные временем и войной, но улыбка останется. Так или иначе, я пойму, это ты. Ни в стихах, ни во сне Я рванусь, подбегу и, наверное, заплачу. Как когда-то, уткнувшись в сырую шинель, Ты поднимешь мне голову, скажешь «Здравствуй». Непривычной рукой по щеке проведешь, Я ослепну от слез, от ресниц и от счастья. Это будет не скоро, но ты придешь. Вот эта тема веры, которая вот сквозит во всех стихах Великой Отечественной войны, вот «Жди меня, я вернусь», вот, которая стала эпиграфом, она такая мощная, очень и глубокая, и душевная. Я хочу вас спросить, чего не хватает сегодня все-таки в таком патриотическом воспитании, хотя вот это вот не хочется произносить, патриотическое воспитание, вот чего не достает все-таки? Работают и в школах, в школах по прежним схемам, и новое что-то появляется. А чего не хватает все-таки? Вот что бы хотелось еще ввести, как-то активизировать? Ну, понимание, что это основа, основа воспитания, да, это традиции, которые должны передаваться с поколения в поколение. Я бы сказал, государственная такая политика в этом отношении. Вы же помните, когда в школах преподавали уроки... НВП, это вот подготовка, вот это вот, да, да, да. Были различные встречи там с ветеранами. Сейчас это происходит немножко по-другому. Ну, больше бы, я бы сказал, для какой-то галочки, да. То есть, вот хотелось бы, чтобы действительно была политика. Ведь школа... Потому что мирная жизнь успокаивает, да? Конечно. Как-то вот когда живем, мы вот... Ну, она успокаивает, расслабляет, и кажется, что это вот... Такого никогда не случится. Но, тем не менее, общество периодически погружается вот в такие конфликты. И поэтому об этом нужно помнить. И кто-то, может быть, не такие масштабные, как была Великая Отечественная война, но, тем не менее, кто-то испытывает горе, кто-то теряет своих близких. И сейчас это происходит. И поэтому здесь нужно воспитывать молодежь, школьников именно вот со школьной скамьи. А это должна быть системный такой подход. Не разовый, не вот каким-то мероприятием, а на протяжении всего учебного процесса. И вводить надо и военно-начальную подготовку, когда ребята, тем более сейчас служат один год, они не успевают за год, в общем-то, даже познать какие-то азы военной службы. И это нужно делать в школе. Да, понятно. У нас, к сожалению, вышло время программы. Спасибо вам за участие, за то, что вы делаете. Спасибо и вам за внимание. Всего хорошего. Спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова